ВИТО ТВ Института философии Академии Наук России Владимир Иванович Аршинов Мы сегодня предполагаем открыть курс бесед по поводу общих проблем здоровья человека Что считать здоровым человеком? Кого считать здоровым человеком? Ну и вообще о концепции здоровья Я бы хотел задать Владимиру Ивановичу Первый вопрос это Что можно считать здоровым человеком? Ну это трудный самый первый вопрос И оказывается самый трудный Потому что ответить на него однозначно очень непросто Если сослаться на Всемирную организацию здравоохранения И ее документы То там определение здоровья дается довольно размытое Как состояние физического, духовного благополучия человека И там еще добавляются всякие определения по этому поводу Но суть повсеместно признана Что это определение оно настолько размытое И настолько расплощатое Что мало кого устраивает как таковое Хотя в принципе все мы интуитивно Вроде бы более или менее понимаем Что значит быть здоровым Что значит быть больным человеком Тем не менее проблема Это очень глубокий вопрос Этот очень трудный, серьезный И я думаю, что вот в цикле наших передач и бесед Ответ на этот вопрос в конце концов будет получен Я сейчас не претендую на окончательный ответ Надеюсь Однозначный ответ на этот вопрос Но вот надеюсь, что именно эти передачи Помогут дать ответ на него Мне кажется, что одной из базовых таких концепций Является все-таки концепция Излечения человека от болезни Потому что мы можем Ну как самую базовую такую что ли Типологизацию Установить точку зрения на здорового человека Как человека, лишенного болезни Я понимаю, что это очень неуклюжее объяснение Но оно под спутом мы все понимаем Что если у человека нет проблем Значит он здоровый так, более-менее Верно или нет? Ну вот я бы подсомневался Дело в том, что как раз если у человека нет болезни Нет даже ощущения, что значит быть больным То это очень непонятно Даже с философской точки зрения Да и интуитивно, и по здравому смыслу А что значит ощущать себя здоровым Если я не чувствую Какие-то границы своего здоровья Так же, как границы своего тела Поэтому понятие здоровья для меня В общем, как-то так интуитивно И сопряжено с представлением о том Что значит болезнь Я думаю, что каждый человек Который говорит, что я абсолютно здоров Он все-таки имеет в виду Что когда-то у него там Была, может быть, невысокая температура Может быть, у него были еще какие-то Симптомы недомогания Вот это само слово Недомогание То есть он чего-то не мог сделать Не мог вовремя проснуться Не мог вовремя уснуть Вот как отнестись к этим состояниям Которые являются Ну, в общем-то, их нельзя назвать болезнью Но это какие-то такие болезненные симптомы И так далее В конце концов, понятие болезнь Происходит от слова боль Есть боль Есть боль Человек, который абсолютно здоров Это значит, человек, который не может испытывать боль Ну, было бы очень странно Представить себе такого человека Ясно Но все-таки, давайте представим Например, человек, который Ну, время от времени испытывает легкое недомогание Там, допустим, если не поспал У него головная боль какая-то легкая может быть Например, он простыл, простудился У него может быть кашель, насморк Ну, это быстро все проходит Дальше Этот человек регулярно ходит В какой-нибудь физикл-фитнес-центр Занимается, может быть, бегом по утрам Если не ежедневно, то достаточно регулярно Ест здоровую пищу, условно Понимает, что это такое И, в общем-то, не подвергает себя сверхнагрузкой Он спит хорошо У него нормальные отношения в семье Исправно платит налоги Отслужил в армии И вполне счастлив Во всяком случае, он может быть несчастлив Но он доволен своей жизнью Счастливый человек не понимает, что он счастлив Может такая модель быть или нет? Это достаточно или нет? Я думаю, она недостаточна Уже хотя бы Вот в начале, как вы сказали Человек ходит, занимается фитнесом И так далее, это современные практики Практики заботы о себе, как сказал философ Я не имею в виду профилактику, кстати Нет, это не профилактика Но это, тем не менее, то, что называется Поддержание состояния здоровья Опять-таки, человек должен сознавать Что он делает Он поддерживает состояние Он при этом Очевидные достаточно для меня вещи Я думаю, с этим согласятся и слушатели И зрители А именно, что он хочет каким-то образом Улучшить свое состояние Он должен себя чувствовать, например, завтра Чуть-чуть лучше, чем сегодня И вот тогда возникает вопрос Что значит быть здоровым и чуть-чуть лучше здоровым Человеку, у него должна быть мотивация Позитивные мотивации Связанные с стремлением не только сохранить здоровье Но и как-то развить себя, улучшить Это природа человека Мне кажется, что это очень интересный момент Потому что человек должен стремиться к тому Чтобы себя развить Хорошо, но я все-таки задам другой вопрос А если человек, который вообще этого не осознает Я предполагаю так Вот по себе, что я чувствую Что многие граждане нашей великой державы Они не занимаются вот таким специально Целенаправленным развитием себя Допустим, в физическом аспекте Или в психологическом Ну, может быть, они подумают о духовном Но им кажется, что вот если они занимаются там зарядкой Опять же, это какой-то физкультуры Время от времени поддерживают себя в нормальном отношении Они просто не думают о том, что им надо совершенствовать Им достаточно того То есть, вот они считают Эта данность удовлетворяет Опять же, можем ли мы считать их здоровыми То есть, они не ходят к врачу специально Вот основной вопрос Они не ходят, не обращаются Они никому не докучают Если их спросить, он скажет Да, я совершенно здоров Ну, вот это вообще-то вопрос трудный Потому что каждый человек Помимо всего прочего Он взаимодействует с другими людьми И он находится в непрерывных взаимодействиях В непрерывном обмене Ведь человек существо неизолированное Как говорят, человек существо социальное И когда мы говорим о том, что он доволен Например, только своим физическим состоянием Нет, нет, я извиняюсь Я прошу И психически И на работе у него все в порядке Это редко бывает Ну, малые конфликты Но он там может даже быть передовик, не передовик Но он доволен работой Я встречал много таких людей Что они просто Они жизнерадостные Хорошо, тогда я отвечу на этот вопрос таким образом Значит, тогда надо выйти Я бы не назвал таких людей Тем не менее полностью В каком-то высоком смысле Поскольку определение здоровья Я от него уклонился Но все-таки я бы назвал этих людей Не совсем здоровыми В том смысле, что Опять-таки для человека свойственно Вот это стремление становиться Становиться чуть-чуть другим И если у него вот этого мотива отсутствует А это представление о самоизменении человека Очень глубоко сидит в его Находится в его человеческой природе И связано с эволюцией человека Можно по-разному объяснять корни этой устремленности Но она есть, она составляет суть человека И человек, который не осознает вот этого Или лишен каким-то образом Вот этого качества Ну, в общем-то, я бы постерегся Назвать его полностью здоровым человеком Ясно Значит, вы... Это моя позиция Я понял Ну, мне кажется, что Вот Вита ТВ вас тоже поддерживает в этом отношении Но я боюсь, что мы еще пошли На шаг дальше В моем представлении Если мы рассмотрим Два подхода Такой традиционный И холистический Да То Вы скорее Холистический А если холистический разделить на два Один более такой Скажем Консервативный Слегка А другой уже совсем холистический Вы себя куда поставили Это первый вопрос А может быть Начать с того, что Вы можете описать два этих подхода В общих словах Чем они отличаются? Ну, холистический И такой, так сказать И традиционный Классическая медицина, скажем так Ну, да, конечно Ну Просто вы понимаете, в каком контексте Я понимаю Потому что ваше определение здоровья Идет исключительно, на мой взгляд Из холистического Вы это согласны со мной? Отчасти да Просто так холистическое Классическое ведь Не смотрит Конечно, конечно Клиническая медицина Я говорю о той О медицине Почему мы больше В этой холистической парадигме Если угодно Я использую это слово Я надеюсь, уже слушатели Это слово много раз И уже оно не является Для них полностью незнакомым Так вот Холистическая парадигма Это не просто Акцент на целостности На понимание человека Как единство психического Его И душевного Телесного Всех составляющих То, что принято Связывать с человеком Дело в том, что Холистическая медицина Или интегральная медицина Как она возникла Она, конечно Противопоставляет Себя стандартной модели Здоровья Как она была Сформирована Ну, прежде всего Говорят при этом Про западную модель медицины Хотя я здесь бы Поостерегся Противопоставлять Западную Восточную Вот в этом По-моему, холизм возник На Западе Как раз Да, да, да Конечно Ну, поэтому я говорю Хотя пришел с Востока Пришел с Востока Но Запад его переработал Да, и сам термин И сам термин Это холизм Это хол, целостность Это акцент на целостности Но не надо Абсолютизировать Так же целостность Как и не надо Абсолютизировать Противопоставление Холистической медицины И, если угодно Механистической медицины А как я их понимаю Ну, медицина Которая ориентирована На излечение Отдельных органов Которая абстрагируется Это медицина Прежде всего Ориентирована На специализацию На понимание Организма человека Как системы Как совокупности Некоторых органов Сердца Там, печени И так далее И так далее То есть Организм человека Сначала был разобран На части А потом из этих частей Пытались и пытаются Собрать некую целостность Этот подход Имеет свои Очевидные Исторические преимущества Когда надо было понять Что такое Как работает сердце человека Изучить его полностью И я не собираюсь здесь Холистическая медицина Вовсе не Не говорит о том Что надо отменить Специализацию Медицинские специализации Такие Например Направления медицины Как кардиологию Ну, возьмем клиническую Назовем клиническую медицину Да, конечно Не в этом речь Речь идет о том Чтобы, пожалуй Соединить Вот эту вот Традиционную Медицину Специализированную Медицину С пониманием Медицины Как врачевание Как целительство Как искусство Как искусство Понимания человека Как прежде всего Древнюю традицию Которая свойственна Человеку Это традицию Солидарности Человека Когда один человек Помогает другому Человеку Именно Не органу Какого-то человека Там, так сказать Один человек Вот Петр Александрович Любит эту метафору Говорит По поводу Когда человек Приходит к нему И жалуется На печень На какое-то Своё заболевание И говорит Вот вылечите мне печень Вот В данном случае Я исхожу От его реалии Он говорит Что нет Ну знаете Давайте Давайте Вылечиваться В целом Ну вот это Как раз Пример холистического Подхода Для этого Нужен образ здоровья Хорошо Ну если мы Значит Первый консервативный подход Который в основном Ориентируется На клиническую медицину То есть Он имеет дело С теми людьми У которых выражена Яркопатология Какая-то В той или иной форме Дальше После того Как человек Получил излечение Ему дают Какой-то метод Профилактики Он может быть Достаточно Длительным Допустим При сложных болезнях А может быть Чисто Ну Скажем так Легким Берегитесь сквозняков И так далее Или делайте Постоянные прививки Но Мне кажется Что клиническая медицина В настоящее время Всегда все-таки Рекомендуют Здоровый образ жизни Они примерно Описывают Что это такое А порой Для некоторых больных Ну скажем Тот человек Который После травмы Учится ходить И так далее У них Совершенно Четко Разработаны Клинические Методы То есть Здесь есть Профилактика В чем же Отличие Все-таки От Холистической Медицины Вы помните Вот например На конференции Философские Проблемы Биологии Медицины Вот такой Борис Григорьевич Юдин Совершенно верно Вот он дает Разделение Два Расходящихся Лучья Консервативная Медицина Основу Клиническая Плюс Второе Включающее Некоторые методы Холистические Чуть-чуть Так Немного В этом Опять же В плане Скажем Рекомендации Некого Образа Жизни Которые Можут Помочь В перспективе Излечить Болезнь Второе Холистическое Которое Одна Левая Чуть-чуть Более Консервативная Она принимает Клинические Методы И вторая Практически Их не Применяет И вот Скажу вам Конкретный Случай У меня Есть один Врач Доктор Медицины Очень известный В Китае Сам Китаец Доктор Наук Он Мастер Клинической Медицины Специализируется По внутренним Болезням Я к нему Приходил И за советом И лечился Какими-то Болезнями И вот На мой вопрос На что он Больше полагается Он говорит Что диагностику Я делаю И так И так То что Меня интересует Скажем Анализ крови И какие-то Другие Ритмы Давление Все Пульс Но тем не менее Он всегда берет Пульс И методами Традиционной Китайской Медицины В которой он Тоже большой знаток Лечит В основном Если Только в крайнем случае Он обращается К каким-то методам Клинической Дисциплины Вот куда его В какую категорию Его поставить Этот человек Блестящий образованный У него научные труды Ну да Куда его поставить Из четырех категорий Здесь дело в том Что в моем понимании Вот Холистической медицины Оно немножко может Отличаться От Того Которые Где-то О котором пишут Там нам говорят Это Прежде всего Понимание Которое ориентировано На Соединение На так называемые Как философ Я занимаюсь Междисциплинарными Проблемами науки Междисциплинарностью Прежде всего Ориентировано Не на Отбрасывание Отрицания Не на Дихотомию Или Или А на Органическое Соединение Всего того Что было Так или иначе Вот В медицинской Практике Прошло Опробирование Естественный Отбор Теоретически С одной стороны Осмысленно А с другой стороны Осмысленно Может быть Интуитивно Может быть Опирается Выросло В другой Культурной Традиции То есть В принципе Мое понимание Холизма Это не Слияние Всего и Вся И не От Противопоставление Целостности Частичности Это Живое Это Медицина Как Для меня Медицина Живого Диалога Живой Коммуникации Между Разными Направлениями Которые Так или иначе Оправдали Себе И ориентированы На Задачу Исцеления Человека Вот я бы Так сказал Именно Я здесь Не излечения Даже А исцеления Я бы Здесь Подчеркнул Вот этот Термин Исцеление Как более важной И более Свойственной Именно Тому Что я назвал Холистической Медициной Потому что Вылечить человека Одно А исцелить Ведь Не секрет Что Человек Который Болен Или находится В состоянии Болезни Опять-таки Не определяя Пока что Это Он находится Как бы Его организм Его психика Они адаптированы К этому состоянию И выход Его из этого Состояния Это целостный Переход Из одного Состояния Всего Психосоматического Целого Из одного Состояния В другое Состояние Одним словом Он должен почувствовать себя Цельным Здоровым И ему надо Дать Слово Исцеленный Это как раз Здесь Из целого Если слушаться В наш язык Я понимаю Я совершенно согласен Что действительно Как бы Холм Или Полный Такой Законченный Объемный Цельный Он идет Из того Что у нас Интерпретивность Действительно Целостный Верно Да И действительно Исцелить Это сделать Целым В общем-то По идее Но я вот Хотел бы Одну такую Деталь Представить Наверное Когда мы будем Говорить О значимости Клинических Таких методах Лучше всего Поговорить С Петром Александровичем Павловым Руководителем Нашего центра Но Сейчас Мне кажется Что нам нужно Выделить Специфику Такого Действительно Что такое Все-таки Здоровый человек Значит Это просто Человек Излеченный Может Исцеленный Может быть Исцелять надо Какими-то Другими методами Там Наложением Рук Что-нибудь Такое Или Я не знаю Исповедь Причастие И вот такое Может быть Это Но Все-таки Вот конкретный Случай Приходит Приносит К вам Ногой О чем Вы будете Думать О Холистических Методах Или о том Чтобы Вправить Ногу Быстро Сделать Что здесь Клиника Берет Или Цельная Ну Вы знаете Прежде всего Должна Взять Приоритет Должна Системной Последовательности Действию Конечно Есть В этой И то и другое Повторяю Должно Быть Реализовано В полном Объеме Коль Скоро Мы говорим Об исцелении Потому что Человек со сломанной Ногой Он Ну Во-первых Он попал В эту ситуацию Он получил Эту травму Опять-таки Разные причины И Разные Воздействия На его Ну Собственно говоря Сама эта травма Это не только физическая травма Это и психическая травма Одновременная И так далее И так далее То есть все Все надо лечить Одновременно Нет Не надо Одновременно Тащить Но должна быть Лечить Лечить Вы знаете Это уже вопрос Так сказать Конкретной Тактики Искусства Конкретного Конкретного Врача Или Конкретного Коллектива То есть Кем он является Если он холист То у него наверное Одни методы А если он клиник То у него будут другие методы Так или нет Нет Повторяю Что холист В моем современном Вот так сказать Постнеклассическом Как я называю Это понимание Холист это тот Который Организует Ну я просто поясню Свою мысль Как и каким образом Значит Конечно Может быть Врач Может быть Один индивид Один целитель Который обладает Семи навыками И тактиками И Вот как тот Пример с доктором Чельменом Да Который то и другое Да Бывают такие люди Прошу прощения Что в таких случаях Он посылает В клинический центр Спириолом Совершенно верно Он знает Конечно А потом приходят к нему Да Вот человек Координирует Эти всю Лечебную совокупность Извините за такой Казен Лечебных мероприятий Но который Однако видит Как Ну Командир На поле боя Я не знаю Такой маршал Или такой стратег Который видит Всю совокупность Последовательных действий Которая должна В конечном итоге Привести Вот Человека Который обратился К нему за помощью В исцеленной В исцеленной состоянии Но повторяю Здесь важный момент Состоит еще и в том Почему вот эта Аналитическая Или традиционная Модель медицины Здесь Она не полна И почему вот эта Холистическая Очень не очень Я еще Попытаюсь Немножко остановиться На более точной Формулировке Вот этого термина Очень важно Что он В данном случае Помогает человеку Вызывает в нем Силы самоисцеления То есть каждый Он смотрит на Своего пациента Не на как Некоторую Совокупность Так сказать Органов Там частей Которые С которыми Надо заниматься Он смотрит на него Прежде всего Так одновременно И как На личность Как человека Который попал В ситуацию В которой он Нуждается в помощи Но одновременно Он обладает Резервом Для самовосстановления Понимаете Здесь очень важно Что врач Он просто запускает Здесь С одной стороны На чем мы делаем акцент Я боюсь Что в клинике Вряд ли кто думает О том Что человеку Солить душу И проще Когда он Словно нога Просто Считает Что у него Все в порядке Остальное Потому что Нельзя лечить Все сразу И лечится нога А потом уже Отсылается к психологу Там психотерапевту Или психиатру Неврологу И так далее Но Все-таки Мне кажется Что один такой Вопрос важен Есть ли у холистов Методы Которыми Они бы Могли Успешно лечить Пациентов Не прибегая К клиническим Может ли она быть Самостоятельной Частью полностью То есть Вот по этой схеме Разделения Четыре По этой схеме Вы знаете С моей точки зрения Нет Потому что Это тогда будет Та же частичная Медицина Хорошо Я понимаю Это По определению Понятно То есть Вы считаете Что для того Чтобы она была Интегральная Нужно включать Все методы Да И я еще один момент Хотел бы Чтобы не остался Незамеченным Значит Дело в том Что Естественным образом Вот эта парадигма Я бы ее назвал Уже сейчас Рискнул бы Еще один термин Вести в оборот Для слушателей Может быть Это было бы Как Как Сопряженной С термином Холистической Медицины Это автопоэтическая Медицина Автопоэзиса Значит Эта концепция Я не буду сейчас Уходить в сторону Долго Но я просто Хочу подчеркнуть Следующее Что Вот эта Автопоэтическая Холистическая Медицина Или интегральная Медицина Почему Она Она Неизбежно Начинает Включать в себя Социальный Коммуникативный Аспект То есть Она не может Уже Абстрагироваться От Той среды И социальной Среды В широком смысле В которой Находится человек Который Вот Вы задали вопрос О том Можно ли обойтись Без Значит Вот этих Методов Клинической Медицины Нет Нет Если Тут Просто Речь идет о том Что должна быть Какая-то системность В подходе Если например Обратимся К какому-нибудь Врачу Который Жил среди Индейцев Сам индейец И всегда лечил Этими методами И вдруг Что-то не получает С террористик Может ли он исцелить На самом деле Да Потому что Есть такая книга Frontiers of healing Это как бы Границы Исцеления Где там говорится О том Что существуют Такие люди Ну помните Филипидские врачи Вот такого Которые исцеляют То что Клинике И не снилось И такими методами Которые Намного превосходят Клинические методы Мы можем Рассматривать это Как сказку Можем рассматривать Это как Может быть Какую-то непонятную Для нас Действительность Но это факт Это существует Хорошо Я значит Немножко Намеренно Сейчас оставлю То есть Как мы можем Объединить Я немножко Да Как можно Давайте забежим Чуть-чуть Будущее Вот как раз То что я сказал Про социум Про социальный Аспект Медицины Связано Прежде всего С тем Что Мы сейчас Находимся Действительно На этапе Глубоких Трансформаций Социальных Глубоких Изменений Социальных Инноваций Технологической Революции Одной из которых Частью которых Является Так называемая Грядущая Нанореволюция Так называемая Которая Обещает нам Создание И уже Что-то В этой области Таких Чудодейственных Методов И средств Продления Жизни человека Изменения Самой природы Человека Трансформация Человека То есть В данном Случае То что Современные Технологии Обещают Нам 2020 Году Примерно Это может Оказаться Не менее Чудесным Чем Те чудеса Которые Филиппинские Которые Верно 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 И поскольку Я склонен По своему образованию Ментальности Верить В технологический Прогресс Человечества Верить В то Что Действительно Люди Состояние Овладеть Микром Биологическая Социо-биокультурная Эволюция Технологическая Продолжается То На этом Пути Сейчас Открываются Действительно Грандиозные Перспективы Значит Продления Жизни Человека Излечения Решения Проблемы Онкологических Заболеваний И так далее Человек Может Изменить Свою телесность Стать Короче говоря Другим И здесь Встает Очень серьезный Вопрос При медицине То есть Понятно Что это Другой человек Должен быть Здоровый Человек Ясно Что Весь этот Технологический Прогресс Как он Обе Он Имеет Много рисков Много степеней Неопределенности Все так Но допустим Давайте поверим То что Все это Почему Это живая Действительность Да это живая Говорить нечего Мы можем делать Протезирование До такой степени Что практически Волевым усилием Можем Двигать Эти механизмы Которые заменяют Пальцы Руки И так далее Мы уже Преодолели Барьер Скажем так Полуэффективного Протезирования Оно сейчас становится Все более и более Даже этот протез Становится еще более прочим Человеческая рука Вот Если мы будем говорить Действительно Восстановление зрения И прочее Делаются аппараты Которые улучшают Искусственный глаз И прочее Но нас интересует Само направление То есть вы считаете Что Исходя из концепции Что человек Сам себе Как бы сотворил И дальше Он сам себя Начинает конструировать Перестраивать Свою судьбу В своих руках Он себя конструирует И доводит Доводит себя До понимаемого им И воспринимаемого им Совершенства И вот в этой стадии Вопроса Возникает Опять тот же самый вопрос Так что же Представление Современного человека Который считает Что он сам себя Воспроизводит Понятие здоровый Цельный Чтобы он прыгал Там на сотни метров Или еще что-нибудь Не будет ли он Подобен какому-то Я не знаю Насекомому Который поражает Нас своими Ну скажем Количество взмахов Крыльев Они бьют Любые бомбардировщики По выносливости Да конечно Тем более что Я Вот Именно вот Вросли того Что вы сейчас Сказали Обещают Уже собственно Есть А трансплантация Мы выращиваем Клонов И все Когда человек Может 15 минут Бежать Не подбеживая Не дыша Но это же Говорит о том Что возникает Какое-то относительное Бессмертие Меняя органы По ходу дела И все Ну вот тут возникает Фундаментальный вопрос Здесь проблема Здоровья человека Очень тесно Начинает Само понятие Соприкасаться С проблемой Сущности человека Его природы Потому что По природе Человек должен быть здоров Вот давайте так Определим Можно так Так сказать Природа человека В том Чтобы быть здоровым Стремиться к здоровым Я бы так Честно говоря Постереть Скажу Почему Вот если бы Мы вас Смотрели на какое-то Животное Например на собаку Или на кошку Там Наверное У них Так вот Здоровое животное Здоровое животное Ему больше ничего Не надо Вот оно в своем Ореоле идет Но человек Существо непредсказуемое Дело в том Что он идет В разных измерениях И свое здоровье Они понимают по-разному Вообще-то это Неотделимо от того Что он говорит Быть счастливым человеком Или человеком Который считает Что он выполняет Какую-то свою Собственную миссию Если он Как вот Задумывается об этом Вот на этой земле Что-то осмысляет Цели своего существования Просто как индивидуум А потом Может у него возникает Кроме индивидуального мышления Оно еще такое Как бы социальное Он еще думает Чуть больше На уровне семьи Города Государства И так далее У него возникает Политическое мышление И вот некий человек Он может быть здоров Физически полностью А вот Политически нет Вот ему не нравится Что в его стране Или еще где-то в мире Что-то происходит не так Поэтому Что бы он ни был Он себя не чувствует Счастливым Но чувствует себя Вполне здоровым То есть он не сумасшедший У него нормальные заботы Ну здесь давайте тогда И дальше Извиняюсь Третий уровень Он думает О какой-то духовной миссии То есть ему нужно Как-то развиваться Но И тут возникает две Либо он сам себя проецирует Он определяет Что Бога нет Нет ничего такого То есть в принципе Холизм такой человек отрицает Почему? Потому что холизм Дает некоторое Иное измерение Холизм Не только Ну во всяком случае В моем представлении Некоторых авторов Которых я читал Что это не только то Что интегрирует То есть мы берем клинику Когда нужно клинику Вот ну не поделаешь Как он берет клинику А у нас еще существуют Сверхметоды Мы там подсмотрели У каких-то шаманов Или еще что-то такое Взяли всю эту солянку Китайскую медицину Тибетскую медицину Там европейскую Продвинутую Ну еще какой-нибудь Скажем Американских индейцев Тоже чудеса творят Возьмите Южную Америку Тоже самое Потрясающие вещи Все это объединить И Запустить какую-то Электронную Память И выбирать то Что оптимально Для данного момента А знаете Вот вопрос объединения Выпадает система Потому что Это основано На том что человек Сам себе творит Если уже он понимает Что он Существо сотворенное Наверное он должен Повернуться и посмотреть Как его замыслил Творец Верно Конечно Поэтому он Тогда уже смотри Куда он будет развиваться Потому что он заранее Может сказать Скорее всего я ошибся И зашел не туда И какие-то существуют Такие проблемы В современности Которые мы решить Принципиально не можем Потому что мы слегка Свихнулись И повернули не в ту сторону Поэтому он хочет Поэтому он хочет вернуться Куда-то Посмотреть Изначально Неужели я был Солнен для того Чтобы вот так Страдать Может быть где-то Есть какая-то вещь Которую я сейчас Вместить не могу Потому что я вот это поле Какое-то пространство Внутреннее Духовное Во-первых Никогда не стремился Чем-то заполнить Не развивая его И вообще Свою энергию Туда не помещаю То есть В данном случае Я являюсь уж Может быть Я и здоров Но уж никак не цель Поэтому в русском понимании Вот так изначально Я никак не могу быть здоровым Именно по этой причине Конечно Нет Вот я уже Вот вносил Эту интонацию Что быть Полностью здоровым Абсолютно здоровым Не чувствуя Не соприкасаясь С границей Где я не здоров Просто невозможно Ощущение Должен быть Опыт Есть Философская категория Внутреннего переживания Внутреннего опыта Опыта соприкосновения С Богом Опыт соприкосновения С космосом Есть Человеку свойственно Переживание Именно вот этой Своей сопричастности Всему миру Это свойство Опять-таки Это Оно не каждый раз Посвящает человека Но тем не менее Человека креативного Творческого На данном случае Я коснулся сюжета Что творчество Это здоровье Это творчество Это самотворчество Это самосозидание Каждый раз Это работа Это работа Человека над собой Прежде всего Который Для этого Действительно Должны быть Какие-то образцы Какие-то Какие-то стремления Какие-то мотивы То есть здоровье Это динамический процесс Короче говоря Вот я хочу еще раз Я каждый раз Рекурсивно буду возвращаться К определению здоровья Я уточняю его И пытаюсь его Сделать более Динамичным Гибким Короче говоря Здоровье Это не вещь Которую можно взять И положить И обеспечить себя Как счет Тем более Мы же сейчас живем Во время финансового кризиса Когда все понимают Что все счета В банке И все прочее Обесценивается Мы живем Сама жизнь Нас наводит На идею Такого Динамического Изменяющегося мира В котором мы должны Не просто выживать Вот Как некоторые считают А должны жить По-человечески Жить И чувствовать себя Ощущать себя В этом смысле Не то что Нас живут А то что мы живем В этом мире Мы существуем В этом мире Это важная компонент Здоровья Потому что человек Который подчинен Всем обстоятельствам И все время Детерминируем И он не может быть Счастливым Он не может быть Это Так называемый Феномен Отчужденной личности Это Болезненные состояния Состояния души Вот тут я Готов поспорить Не совсем согласен Мне кажется Что мы смотрим На вот такую Скованность Или детерминированность Относительную Там Или Скажем Более Абсолютную Мы все-таки Детерминированы Абсолютно В том плане Что мы люди Ну вот Мне все-таки Кажется Что если мы Смотрим на то Что человек Сам развивается Сам себе Полагает Цели Само полагает Себя и развивается То у него Есть склонность Потерять свою Натуру Вы понимаете Что когда интеллект Берет на себя Все функции Как мы планируем Интеллектом Разве мы можем Планировать духом Дух дает как бы Озарение Верно Но планируем Что делать И проще Это чисто Это чисто Интеллектуальная Деятельность Вот тут Я бы Еще поспорил Поэтому Ну хорошо Дайте мне довести Мы уже смотрим На врачей Как на Тоната Кратов Тоната Смерть Крат Власть Владения То есть Они владеют Нашей жизнью Смертью Не господь Бог А врач Вот он Тебе вылечит Он дает Тебе жизнь Не сделал Операцию Неудачно Он дает Тебе смерть Так у него В руках К нему надо Бежать Никуда и ночь Верно Разве Это не Определенный Барьер Нашей эволюции Вот раз Стоит Такой Такой Мытарь Который Берет с тебя Мзду И он говорит Вот если ты Ко мне Не поклонишься Или Не понравишься Мне Я тебя Отправлю На тот свет А если Ты будешь Хорошей Паникой То я тебя Ожурю Я тебе сделаю На этот вопрос Тот же врач Он же тот же человек Если этот врач Тоже хочет Быть здоровым А не просто Врачом Профессионалом Который Свел Свои функции В конце концов Я повторяю Что Врачи Есть разные Но это не помогает Ситуация Я же не знаю Где Правильно Для того Проблема здоровья С одной стороны Это моя проблема Как моей ответственности Перед самим собой За собственное проживание В этом мире Но с другой стороны Это проблема Конечно В том смысле Социальная В том смысле Что она касается В некотором смысле И самого общества Частью Медицины является Просто социальным Институтом Совершенно согласен Все Но тем не менее Вот тогда Смотрите Человек сам себя конструирует Общество ему помогает Вместе с общим Естественно Каждый И тот же врач Он тоже человек Он тоже пойдет К какому-то там Анотократу За то Чтобы попросить путевку В жизнь Верно? Ну вот Если он сам планирует И стоит такой барьер Что от чего я завишу К чему я детерминирован Уровень развития Нашей медицины Верно или нет? Да или нет? Ну секундочку Я заболел У меня почки не работают Вот мне не могут Ставить другую Я умру Верно или нет? Ведь да Факт Это все так Факт Он признает Что это факт Достаточно То есть Как только вы это признаете Значит вы говорите о том Что мы теряем Свою человеческую натуру Потому что Нас определяет Врач Кем мы будем Он тебе вставляет То-то 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 Дальше Вот тебе же сейчас Мозгами не в порядке Он тебе вставит и мозги Вот ты чувствуешь себя Не понятно почему Но вот у меня Ощущение Так анонимного страха Ты идешь к психотерапевту И что Если ты хочешь быть счастливым Чтобы у тебя То-то работало Вот он начинает С тобой работать А еще лучше Если психоаналитик Все твои Прошлые воспоминания Отношения с отцом Мама Там все остальные Комплексы Там комплекс смерти Лебедой Оральные И так далее И так далее Все рассмотрят На каком уровне ты находишь Кто определяет Твою жизнь Ты сам Или твой Психоаналитик Нет Все-таки я Все-таки Я придерживаюсь С той точки зрения Она парадоксально связана С этой холистической парадигмой Автопоэтической Тем что Человек должен быть Свободен в выборе И свободен принимать Я с вами согласен Но факт ведь Говорит о том Что мы на самом деле Не свободны Мы должны Это совершенно верно Да Но так же как и мы Не совсем Не совсем Свободны Не совсем здоровы Дело в том что Здоровье тоже тесно связано С состоянием Свободы Потому что Человек Который Болезнь Его привязывает Болезнь Именно болезнь Делает человека Больше Врач Его от этого Освобождает Нет Врач Опять таки Если врач Это просто функция Некоторые Так сказать А не Здесь А не что Этот сложный вопрос Но фактически Что может быть Врач Присваивает себе Присваивает себе Функцию Манипуляции Владимир Иванович Он себе ничего не привел Ему нужно что Сделать Вылечить тебя Получить деньги И все Но фактически Факт говорит Он решает твою жизнь Смерть Не папа и мама И не господь Бог А врач Решает Жить тебе Или не жить Так или нет Это факт Вот его функция Тебя исцелить Все Он что Нет Тут есть разница Вот если исцелить Я бы не согласился То есть он должен быть еще и священник Что ли Или как Отчасти да Отчасти да Должен быть Я думаю что это недостаток Наверное Это дефект Владимир Иванович Я могу подсказать Выход Ты идешь К донатократу Скрестив пальцы Я знаю что Ты только меня вылечи А уж потом Я пойду к священнику Ну правильно А он меня Уже сделает цельным Именно это я имел ввиду Когда я говорю о социальном аспекте Так сказать Болезни Просто потому что Социум это не вообще Общество и так далее Общество это система Отношений между индивидами Каждый из которых Может быть действительно разный Но в этом обществе Если у меня есть свобода выбора Я могу действительно Принять внутри себя решение Пойти к одному Потом пойти к другому И в конце концов Но социальная функция Их не меняется То есть они тебя излечивают И в этом их основная вещь То есть он может Плохой хороший человек Или вообще негодяй Если уж тебе не повезло Ты можешь вообще попасть Чем который там Я не знаю Компрочекоз какой-нибудь Такое тоже бывает Есть две вещи Есть медицина Как социальный институт Это набор учреждений Набор Значит Там клиник Набор оборудования И так далее И есть еще Медицина Как состоящая Из людей Из личностей Вот мы ведь говорим Немножко Когда мы ставим Вопрос о здоровье Когда мы ставим Полностью согласен Сами Ну смотрите Вот вы приходите К двум врачам Один вы знаете Человек очень плохой Но он гениальный хирург А другой хороший человек Он тебе сопутствует Он тебе все покажет Разъяснит Но у него руки пришиты Они к тому Прошу прощения У него с руками не в порядке Кому вы пойдете К хорошему человеку Который понимает Все правила Который холист И вам такой же философ Как вы Или вы пойдете К какому-то фирургу Который плохо пахнет Руки толстые Там что-то не то Но который делает чудеса И автоматически Это вопрос Вы бросили деньги Раз Выросла возможность Больше ничего не надо Кому вы пойдете Скажите Пожалуйста Конечно К профессионалу Который мне сделает Дальше не надо Хорошо Это вопрос Проблема доверия Между прочим Очень серьезный вопрос Вопрос доверия В широком смысле Доверие приходит Тогда Когда ты здоров И вот ты начинаешь Смотреть Кому можно доверить На этом поле Вообще Можно доверять Этому обществу Которому ты живешь Может он тебе Обеспечить или нет Вот если ты родился Несчастье Где-то в Африке И у тебя есть Такая возможность Чем-то заболеть Склонность Кинетическая и прочее И рядом тебе Могут помочь Только колдуны И прочее Которые не совсем Владеют тем Не могут тебе что-то Кардинально не так Не лучше ли тебе Обрести социальную мобильность И двинуться куда-то За рубеж Скажем в Россию Где тебя поймут Лучше И вылечат Ну вот Но все-таки Это Чтобы нашу дискуссию Немножко подвести К более такому Кардинальному решению Я вам дам Один такой Пример Который меня Само шокировал И заставил Пересмотреть Некоторые концепции Вот такого плана Я уж не скажу Что я Специально Теоретически Раздумал на эту тему Мне Самая ситуация Ясна На мой взгляд Мы никак Не можем Определять свою судьбу Мы должны понять Что творец От нас хотел Соговорить И во многом Мы не должны эволюционировать Мы должны вернуться К той интегральности Которая уже у нас была Мы ее потеряли И каждый человек Внутренне это ощущает Вот как Чистый такой Скажем Генотип Мы когда-то были лишены Всех этих проблем Потом их постепенно Стали принимать Социально Это была проблема Только Может быть Это была проблема Более Такого Этического характера Ну и так далее Можно все в комплексе Но мы свихнули слегка Поэтому мы нуждаемся Все больше и больше Число больных растет Число болезней растет Браво С ними становится Труднее Но мы совершенствуем Все больше и больше Эти методы Особенно клиника Она действительно Может сконструировать человека Но ясно Что если я буду бегать На протезах Хотел бы я Я все-таки Свои несчастные ножки Бо оставил скорее Или глаз Мне не нужен Сверхглаз Я не хочу быть Самое приспособляющее существо Какой-нибудь типа Паук Или там Насекомое Сверхнасекое Супер кузнечик Прыгающий Но с человеческим интеллектом Меня это совершенно не устраивает Но тем не менее Есть выходы Ну как выходы Во всяком случае Другой взгляд На эту проблему Как-то я ехал В машине И поймал волну одну Там было Католическое радио И выступал Освященник Который говорил о том Что вот У нас есть такое Странное явление Один мальчик Ему там 12 лет Он с дня рождения Более неизлечима болезнь Он в принципе Не может двигаться Но даже когда он не двигается У вас появятся колоссальные боли Что-то невероятное Там по какой-то шкале Сравнили Что его боли Преисходит то Что если вам Скажем Воткнули нож Там И двигали его постоянно Он может жить Только когда Ему снимает Эта боль Как-то Вводят В какое-то Определенное Такое состояние Где он Может спать Там Или еще Что-то такое делать Скажем так Из 24 часов В сутки Там ему удается Там 5-6 часов Быть в том состоянии Которое позволяет ему Что-то делать Этот мальчик Пишет уникальные стихи Как ни странно Он даже От его присутствия Люди Которые с ним общаются Они Ну если не исцеляют То получается Не исцеляются От какой-то конкретной болезни Хотя там вроде Говорит Что и такие вещи были Но он чувствует себя Намного лучше Явственно лучше Вот они приходят Поговорят с этим Подростком Который выглядит ужасно Но Вполне Коммуникабельное Существо Вот Священник Говорил о том Как Господь Послал ему Такое испытание Как много он испытал И что Вот Мы должны все Понимать Что есть люди Которые гораздо Хуже чем нам И все Как-то он так Говорил о нем Как о существе Которое мужественно Выдерживает испытание И там была Его мать Которая Постоянно Говорят Вы смотрите Ask him Where is his bliss То есть Спросить его В чем Источник его Блаженства Есть ли у него Какое-то блаженство Совещение Вот Хотелось бы знать Этот человек Может быть счастливым Или нет Вот так Вы понимаете Вот вы спрашиваете Вот тот Читает там одно письмо Вот как-нибудь счастливым Что же он Говорит Милочная проблема Вы можете решить Проблему Буквально Я только не могу Жить женщина Которая курит Или еще Такие какие-то вещи Вот настоящая проблема И это Мама опять Его спрашивает Спросите Где его блаженство Может Он говорит Ну конечно Я понимаю этот вопрос Мать задает вопрос Какое может быть Блаженство В этом состоянии Но я все-таки Его спрошу И он спрашивает Этот мальчик говорит My disease Is my bliss То есть Моя болезнь Это мое блаженство Как вы на это посмотрите То есть тут Танатократ Может отдохнуть Допустим Он бы влезет И он как-то За нее держится Интересная вещь То есть другое дело Что ему никто Не может помочь Но это является Для него инспирацией К тому Я бы обострил Он бы не сказал Что моя смерть Мое блаженство Правда А речь не об этом Нет Конечно Человек находится Вот в этом Граничном состоянии Да Опыт человечества Опыт Иисуса Христа Между прочим Говорит тоже Человек Именно мучения И блаженства Они Я очень остро Это тема Я понимаю Мученичество Да Нет Мученичество И страдание Они связаны С постижением Человеком Смысла жизни И постижение Повторяю Человеком Смысла жизни Действительно Дает ему Основу Мы не коснулись Этого Определения Духовного Здоровья Действительно Я не склонен Противопоставлять Физическое Духовное Здоровье Но тем не менее Когда мы все-таки Говорим о человеческом Здоровье То приоритет Вот это Можно говорить Так Психическое Здоровье Физическое Здоровье Можно говорить О духовном Здоровье Я выделю Третье Обособляя Его от первых Двух Я думаю Что действительно Высшая степень Здоровья Конечно Связана Именно С духовным Здоровьем Образцы Которого Дают нам Вот эти люди И не только Эти люди Но мы можем Примерить В человеческой Истории Найти Образцы Вот Такого рода Такого рода Человеческих Состояний Хорошо Вы считаете Человек здоровым Вы считаете Этого человека здоровым В моем Определении Да Я его Я его бы Определил Не жертвуя Логикой Определения Потому что Мы говорим О человеческом Здоровье Не о здоровье Животного Не о здоровье Конечно Конечно Это очень важно Именно о человеческом Здоровье И говорим О человеческой Природе О том Что человеческая Природа Достаточно Многообразна Это не Метафизический Конструкт Который Мы можем Мы можем Вынуть От человека Над человеком Говорить Вот это Извини Вот это Человеческая Природа Нет Человек В своем Многообразии В своем Являет Множество Образцов И Вот это Так называемый Помысл Самоактуализации Личности Такого Демонстрирует Образцы Пикового Опыта Пикового Переживания И в этом смысле Этот человек Создал Он не Попал в это Состояние Блаженства Ну как бы Секундочку Его болезнь То есть он Выходит из него Когда с нами Общается Да Да Конечно Конечно Выходит Он выходит к людям И поэтому Для него Он выходит из состояния Вот этого Скажем так В кавычках Активного Очень болезненного Переживания Для того Чтобы общаться с людьми Пишет уникальные стихи Делает Фантастические Политические прогнозы Хотя он никогда не Это лишний раз Говорит о том Что природа человека Не скрыта В каждом отдельном Индивидууме Хотя там В нем Она и содержится Дело в том Что люди Человечество Представляет собой В некотором смысле До сих пор Не разгаданные Но единое и целое И об этом Говорят многие факты И именно Вот этот То о чем писал Теярде Шарден Феномен человека Для него Человек это было Собирательное Это было все Человечество И мы не Являемся Самодостаточными Внутри себя Монадами Полейбницу Которые внутри Существуют Только внутри себя Мы каким-то образом Соединены Со всеми другими Более того Речь Музыка Все Владимир Вообще это понятно Но какое-то отношение Вот к этому Понятно что Имеется ввиду Что есть Вот Какое отношение Потому что Наше пространство Вот этого здоровья Духовного Слагающегося С точки зрения Вот этого Холистического подхода Из физических Психических И духовных компонент Оно является Коллективным В некотором смысле Пространством Нашего бытия Ну вот в этом примере В этом примере Именно этот человек Вносит в это Наше пространство Здоровья Верно Совершенно Огромный вклад Поэтому Мы Почему они для нас Представляют Высокую ценность И почему Верно Ценность Я полностью согласен Что не может быть Один человек Плачет Он действует на все человечество Это еще с Достоевского Он очень хорошо Это отразил Насчет слезинки Ребенка И благополучия Всего человечества На другой руке Можно ли вот так Ценой такой Выиграть Благополучий всего человека Или получить его Но Я все-таки Чуть-чуть бы сузил задачу Действительно Вот над таким человеком Тонатократ То есть врач Углавствует или нет Может ли он ему сказать Нет Вот так Кто В этот ребенок Да Он уже сказал фактически Да-да Я думаю Что в этом смысле То есть он в нем и не нуждается Совершенно Да В этом смысле Как ни странно Вот болезнь Здесь я согласен Хорошо А вот ответ Почему Я бы не назвал это тогда болезнью Я бы просто тогда Переопределил понятие И вот Ушел Хорошо Ладно Значит Этот человек не болен И дальше Дальше И он что Здоров Нет Понимаете Вот В этом вся и хитрость Нашей проблемы Сложность этой проблемы Потому что Не надо Оперировать с дикотомией Здоровья и болезни Вот как Разные Значит Вещи Которые находятся В своем В отношении Так сказать Исключенного Полной Противоположности Это Если мы будем Смотреть на В абсолютном Конечно Я согласен Но в относительном Плане Конечно же Я либо болен Либо здоров Середины не бывает Потому что Если какая-то середина То это уже Что-то доминирует Так или иначе Как бы мы ни брали Вот это не разделяли Мы все равно получим Либо правую сторону Либо левую Это да То есть Либо чуть-чуть болен Или чуть-чуть здоров Нет Здесь вот это Объективистское Вот это Самого выражения Сам язык нас подводит Дело в том Что Нет Тихотомия Это непримиримо Противоречие Исключение Есть конечно Четко выраженные Когда мы можем Действительно Вот эта болезнь А это Мы можем Более или менее Классифицировать Состояние Наши Психосоматические Телесные Физические Духовные Если взять Весь комплекс Состояние Человека Да мы можем Действительно Их определить Разградуировать По Всяким Значит Диагностировать Это мы можем Сделать Но дело в том Что Сама Медицинская Реальность Вернее Реальность здоровья Она настолько Подвижна И настолько Текущая Что во все Эти классификации Лишний раз Вот этот пример С этим Мальчиком Об этом Говорит Не укладывается Не укладывается И специалист Который Подходит Уже Тут есть еще Одна вещь Которую я не могу Не коснуться Вы знаете Когда особенно Это психиатрии Наблюдаемый факт Когда Человеку Приписывают Какую-то Болезнь Психическую На каком-то этапе Он действительно Начинает заболевать Начинает заболевать То есть Это тоже Из реальной Более того Сами Врачи Уже профессионально Обладающие Таким Высоко Тренированным Профессиональным Взглядом На больного Исходя Вот из Клинической Парадигмы По аналитическому Расчленению И классификации Симптомов Они Очень легко Попадают В плен Собственных Диагнозов Собственных Представлений О больному И начинают Его Определенным образом Лечить Манипулируя Им Таким образом Что Просто я хотел бы Здесь сослаться На данные Я не знаю Насколько они Проверены И нет Но Все Патологоанатомические Вскрытия Говорят Что примерно Треть Или две Треть Я не помню Я боюсь Но цифра Такая Достаточно Впечатляющая Умерших Они Умерли Не от тех Болезней От которых Их лечили Хорошо Я с вами согласен Но все-таки Позвольте мне Немножко вернуться В сторону Я полностью согласен С тем Что вы говорили Что человек Можно обусловить Навязать его мнение Какое-то определенное Что он действительно Склонен Особенно в положении Когда он болен Излишне доверять Врачу Или кому-то другому Дай бог Чтобы это было врач В общем-то Окружающие Могут Действительно Уверять его Что он болен Согласен Но все-таки Вернемся В ту ситуацию Мне кажется Что вот Интерпретация Такого больного Который Находит Какое-то Блаженство В страдании Она Начинает Совершенно С другого Стороны Как мы можем Определять Ну вот Например Один из таких Там кстати Спрашивали Тех людей Которые слушали Эту передачу Как вы думаете Почему этот человек Что это такое Что за феномен Как можно быть В таком состоянии Еще не только Здоровым Цельным Не только счастливым А блаженство Испытывать То есть Это какой-то Мазохизм Что ли Ну вот Когда стали Говорят Психиатр Категорически Никакого Мазохизма Здесь нет Потому что Мазохизм Это вещь Такая Достаточно Самопроизводительная Человек сам Вгоняет Себя В такую Ситуацию Хотя бы Где он Испытывает Через определенную Физическую боль Какие-то другие Переживания Связаны С самоводовлетворением Нет Во-первых Ясно Что этот мальчик Выбрал болезнь Как путь То есть Он конечно больной Я даже считаю Что он ультрабольной Потому что У него кроме болезни Нет ничего Но он выбрал болезнь Как жизненный путь Почему он это выбрал На самом деле Он ничего не выбрал Он просто покорился В воле Божьей Потому что Он считает Что он сам себя Не сотворил И не в его руках Его собственное исцеление То есть Он смотрит на это Как на промысел И именно потому что Он не отказался от него Вошел полностью Вот он и получил блаженство Это единственное объяснение Дальше Его взгляд на нас Уже немножко Скажем Деформировался Эта позиция Вот он смотрит Как на таких Как бы больных Которые не исцеляются И не хотят исцелиться Это на нас Потому что мы При всем своем благополучии Вот на какое-то пространство Своё духовное Котором он живет Мы его не оживляем Его у нас нет Я конечно преувеличиваю Такое Потому что человека Нельзя сделать животным Но мы живем Немножко Вот как Как животное Знаете Вот свинья смотрит Только то что внизу Её глаза никогда Не поднимаются вверх И она довольна тем Что вокруг есть Вот такой здоровый Цельный человек В кавычках Наверное Цельный Он теряет Какое-то измерение Этот же человек Через болезнь А ещё раз Как путь Что-то Приобретается Качественно Иное Конечно Поэтому Поэтому ясно То что говорит Что он там Здоровый Это бессмысленно У него явно не хватает У него физическая патология Даже психическая какая-то Прочная Но он поражает нас Своей силой Духой Поэтому Мы видим в нём Действие какой-то Своеобразной Иерархии То есть Из нас Как составляющим Можно выставить Какую-то иерархию Кстати Слово иерархии Откуда пошло По-моему Святой Деонид Шестой век Придумал Эту архию О небесной иерархии Да Первый трон Арх Архи Это Благое Да Или Священное Скажем так Иер Священный Арх Управляю Да Как иер Мнах То есть Это какое-то Священное управление Если мы возьмём К этому случаю Подойдём То это Такое Как бы Священное управление Через высшие силы То есть Как бы Идущее от Бога Там где-то наверху Херувимы Серафимы А внизу Ангелы и Архангелы Позвольте Доконичь мне Немножко И Получается так Что он Подчиняется Вот это Своеобразная Иерархия То дух Обязательно Доминирует Везде И вот Когда ты Становишься Перед врачом Тонатократом Который Говорит тебе Вот ты Поклонись Немножки Я тебе Исцелю То есть Поймите Что это значит Нормально Почему не Прийти к врачу И всё такое Но он никогда Не является Хозяином Твоей жизни И смерти Поэтому ты Отрицаешь Внутренне Отказываешь Ему В том Что он Владеет Твоей жизнью Смерть Вот этот Мальчик Этим доказал Вот мне кажется Что холистическая Медицина Каким-то образом Дает человеку Возможность Войти в эту Иерархию То есть Она ограничивает Клинику Да Для каких-то случаев Человек пришел Переломал И если я не владею Методами Как скажем Какой-нибудь Возьмёт Вставит Травку приложит Перевинтует И ты запрыгал Я видел Чувствия Совершенно невероятного Исцеления Именно таких травм Которые Когда кость торчала Наверху Человек Вот я это видел Но все равно В это поверить не могу Слишком И даже никогда Не говорил Ну вот Поэтому я бы скорее Обратился к тому Что я знаю Посмотрел бы Бета-бизнес Кто лучше Кто у нас лучший Хирург в этом районе Кому я могу пойти Сколько И пошел туда К нему сделал Быстренько все А потом уже Стал смотреть А почему же Сломал ногу Как это могло Продвести Наверное что-то такое Нужно сделать И целый комплекс Переприятий Такой Но Все-таки При всем том Существует Вот эта иерархия Которую мне кажется Совершенно не надо У нас есть какой-то Интегральный образ Нашей изначальной Целостности Здоровья И мне кажется Что сначала Нужно к нему вернуться Вместо того Чтобы бежать вперед И сделать Делать человека машину Роберт И терять нашу Естественную натуру Замереть слегка В какую-то паузу И постараться Что все-таки Наверное есть Какие-то методы Которые Нас вот как бы Естественно Стихийно Возвращают В тот мир Которого мы Были рождены Изначально Что Поэтому Все-таки Я вот посмотрел Вот здесь Как дихотомию Если мы берем Клиническую медицину А мне кажется Что все-таки На каком-то месте Она очень функциональна И лучше бы Чтобы они не дергались И не смотрели Если еще Врач будет ходить К клиник К шаману Я ему уже перестану доверять Ну И вообще шоу Но вот где-то Какой-то человек Владеющий народными Средствами И прочее Он может сделать такое Что клинику И не снилось И в нашей воле Выбирать Куда ты идешь И может быть Тогда действительно Вот этот Танат-Акрак То есть Хозяин за твоей жизни Он говорит Вот если я не сделаю Операцию такую-то А вот я Обращаюсь к тому Что кто может Какими-то другими методами То есть Чтобы не было Такой прямой Страшной зависимости И вот Насчет этой иерархии Тоже То есть Мне кажется Что у нас Должна быть Внутренняя Сначала Духовная Какая-то интеграность Понимание Смысла нашей жизни И своей Ну скажем Роли в этом мире И тогда Все становится На свое место Мы можем И какую-то болезнь Рассматривать Как определенное испытание Которое дается нам Для того Чтобы мы Ну На физическом уровне Очистили свой организм На скажем Уровне души Эмоции Слегка себя контролировать Там скажем Через пост Там или еще Какие-то другие вещи А на уровне духовном Нам нужна Инспирация Мы должны понять Что мы в первую очередь Духовные существа А потом уже Все идет остальное Не согласны Ну почему Я согласен С некоторыми оговорками Просто Если отвлекаясь От теологического сюжета Я в данном случае Просто скажу Что с точки зрения Вот Той науки Которой я занимаюсь Синергетика Она как раз Космология Синергетики Выстраивается Как Совокупность Параметров Порядка Как иерархия Параметра Порядка Я просто говорю Что она вышла Из этого источника Иерархии С точки зрения Так сказать Мы Человек представляет собой Самоорганизующиеся Так же Которые находятся В самоорганизующейся Вселенной Я опять Теологический сюжет Пока оставлю В стороне Хотя К нему могу вернуться И с этих позиций И когда Вот вы говорите Что надо остановиться Не надо бежать Не надо вперед Надо оглянуться Оглядеться Смотреться Осознать И вернуться То я бы сказал Следующее Конечно надо Но дело в том Смотреться Смотреться